всем привет друзья это Elite Dangerous ну и мы продолжаем безобразничать на нашей жабе лягушки в общем то я решил взять значит задание на убийство уже взял это не для крыла обычная заказуха вот и что еще хотел сказать про насчет вот таких вот заданий сейчас найдем вот для крыла не то тут это были они вот систему Nuyens да он там летает да но если посмотреть эту систему вот она я просто выполнял не хочу чтобы вы на такую херню напарались вы вот у этой звезды выходите там его не будет пока вы не прилетите вот в окрестность сюда это 11000 секунд вот там ваша цель будет летать но это естественно затраченное вами время ну грубо говоря впустую так что иногда интересуетесь в какую систему вы берете задание если у главной звезды нет никаких станций ничего то там вашего пирата не будет так и прежде чем вылетать появится в 30 минут то есть через 30 секунд получается я хотел сюда еще брони немножко бросить потому что ну если что-то пойдет не так чтоб меня не так быстро разобрали наверное это в обязательных у нас обычную стоковую возьму я не знаю военную или какую брать реактивную поверхность а которая тяжелее так вот военная 78 тонн тоже одинаково укрепленный сплав 40 тонн сто пятьдесят два процента 250 наверное возьму я военную возьму зеркальную возьму и реактивную возьму но просто обычная именно ее беру на корабли ставлю и наверное на давай я поставлю еще и этих усилителей брони тут четыре есть отсека мой три отсека четвертого размера и вот тут интересовался разблокировал броню стражей а ее нету это не броня ребят это вот усиление корпуса усилителя это сплавное усиление корпуса то есть что он дает 72 усилитель корпуса и вот этот вот параметр струк стойкость к детским веществам три процента тогда как а подожди это я по какой смотрел первый размер вот 4 допустим на этот корабль 297 и также три процента процент не меняется меняется только но количество брони усилителя вот я поставлю обычный для корпуса обычный 330 то есть он больше усиливает можно для модуля поставить поставлю для модуля и еще один наверно для корпуса тогда ну естественно это все влияет по 8 тонн каждый это все влияет у нас на маневр на скорость наверное хватит не будем злоупотреблять разберут так разберут страховка 7 лямов фигня так ну и в общем то можно уже вылетать фит два пучка эффективная теплоотдача и четыре пулемета щит призма остальное усилители счета никаких понтов других нету там четыре слота я усилители счета поставил по-моему два или три жирных один на термичку ну вроде как то так ну я думаю можно тут бустануть интересно и вот ну как бы версия такая до мнение внутри станции мы пролетаем через шлюз до если с разбитым мы этим фонарем получается что у нас воздух восстанавливается как только мы шлюз пролетели правильно соответственно внутри станции воздух есть представляете что будет если там вот этими ракетными но вот этими вот двигателями бустануть внутри весь воздух просто нахер сгорит и за такое преступление я думаю штрафом не отделаюсь это только только смертная казнь мне кажется должна быть то есть станция должна сразу нас сама начать атаковать и все менты должны согреть я думаю так будет логично по-правильному ну там же воздух специальный скорее который не горит или двигатели специальные так ну в общем то мы на месте перехвата перехватчики поставил перехватчик стоковый никак не улучшал они творуют что-то там улучшил на одну гайку что ли ну и собственно да не может быть а салтшип что ли я не думаю что это наша цель блин куда он за звезду куда-то побежал а ну я думаю на меня выходит раз такая маза хотя он ничего не пишет в чат может это и не он ну я так предполагаю что он вот хочет меня перехватить то есть он не дает ему в корму зайти но в таких случаях что останавливаем корабль и ждем что-то дохлый какой-то у меня такое ощущение его и на кобре наверно разобрать можно да почему наверно можно брони у него прилично ну и все я просто что-то думал что какая-нибудь анаконда будет что-то жирное я предполагаю что крыло то мне вот ну миссию для крыла не разобрать скорее всего а что с него нападала ну по-моему я вот не знаю сенсор вот эти нет по-моему тут все нередко можно еще миссию давай попробуем для крыла взять ну собственно взял миссию для крыла будет через три минуты вот в этой системе куда мы сейчас прицелены и сейчас расскажу что поменял то есть поставил банку вместо топливозаборника банка пятого размера и поставил рельсу на днище вот в единственный слот второго размера вроде больше ничего не менял и вот покажу еды инженер теперь ну как теперь уже достаточно давно он обновился появилась вот выкладка корабля то есть теперь что фит показывать можно вот так вот пролистать а кому нужно на паузе посмотрят вот это фит корабля на котором я сейчас лечу это оружие это дополнительный ну вот усилитель и щита он сразу показывает что вот этот бустер обычный да ну как она на жир получается а где на термическую должен подписать по моему вот термически спецэффектов на бустерах нету ну и дальше обязательные силовая установка гвардов не показывает почему-то сколько выдает вот двигатели грязные ускорители вот все цифры то есть я так понимаю что вот это наверное стандартная это насколько улучшенной сколько сейчас наверно да наверное как то так я еще не разбирался просто с этими вещами как бы не обращал внимание ну мне проще ну в этой какой в космо верфи посмотреть ну точнее в ангаре топливный бак а это что а это усилители брони усилители этого модулей и здесь дополнительный щит идет fsd перехватчик да да реактивная броня в общем как то так в общем теперь можно вот здесь весь вид смотреть я просто сам еще не разбирался так ну что время пришло пять минут погнали в систему перехватчик есть в общем я как мыслю там будут агрессивные на меня нападать два корабля один основной 2 из свиты но не все они должны на меня нападать если все то мне точно хана я думаю наверное от вот этого мелкого свалить подальше это будет какой-нибудь ферделанс астон быстрее анаконды скорее всего он нас догонит с ним аккуратненько разберемся и потом начнем пинать уже главный корабль но вот меня немножко ломает то что мы с мелким разберемся как бы на нас остальные не напали после так что я думаю что может быть придется начать как раз главного корабля и там на сколько щита хватит а щита не хватит тут недавно видел вот дельфин по моему или орка летела с этим но в розыске раньше не встречал таких как бы вне закона то они бывают в анархии а вот чтоб в розыске вот она анаконда по всей видимости это то что надо но если 6 в крыле то все понятно будет в розыске видишь давай остальных вот посмотрим ферделанс это все вот из его свиты в розыске тоже то есть такое ощущение что они там все в розыске и меня каточку это не затащить вот тоже террорист да они все на меня нападут я не знаю имеет ли смысл на этом корабле что-то пытаться сделать ну почему нет раз уж пролетел то давай что-то я его перехватить не могу смотри я с прямо на него наведена у меня . не синеет вот это неправильно показывает графику его нужно вот так чуть выше держать неправильно показывает перехват неудачный перехват нормально слушая может он вынырнет сам сейчас за мной это вполне возможно нифига скрутила как просто такое было уже он не сразу где-то через полминуты они выпрыгивают ну хотя я не уверен ладно пока двигатель остывает что летим потихоньку не перехватить даже его я наверное уже говорил видео то есть кто-то написал комментарий что помогать нужно маневрами ну и я так понимаю что смещение вверх вниз вправо влево при перехвате и типа это помогает ну что-то не помогает я проверял что-то нифига ну судя по всему потому что мы наверно в круизе же летим они в обычном космосе при перехвате как бы я пробовал я разницы особо не почувствовал давай попробуем еще раз перехватить его где он сейчас должен появиться неправильно эту точку рисует ну вот когда мы перехват им этот кружок он чуть выше должен быть нарисован ну где конда на второй раз кстати может быть уже и не конда то есть у меня было такое уже второй раз может появиться сигнал вообще тоже такое было то есть неудачный перехват а нет вру у меня это глюкнул интернет игра эта самая выключилась я опять запустил в круиз вышел и у меня сигнал появился ну сигнал миссии вот как раньше моего планета эти сигналы искали но где он а уже у нас катар то есть нужно вот по центру экрана его держать они вот в этой точке вот с катаром у него скорость то побольше нам и те от него не получится сейчас посмотрим как все это будет и у него щит очень жирный если все атаковать будут я думаю не имеет смысла продолжать бой нужно будет сваливать так вот в ультура меня атакует один да давай-ка его пока остальные не напали пока катар там сопли жует сейчас с в ультурой разберемся вот это катар уже махера вот Продолжение следует... Так, все, теперь идем на Катар. Съем банку. Сильно перегрелся. Надо приблизиться к нему. И надо было фольгу, наверное, ставить, да? Доброе утро. Сверху будет идти. Сверху будет идти. Сверху будет идти. Продолжение следует... 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 Блять, козлина. Блять, козлина. Блять, козлина. Ребята, я разобрал его на Чифтейне. Вообще, я не думал. Все, все напали на меня. Срочно сваливаем. Все, уходим. Ну, такая потная катка, я бы сказал, ребят. Потненькая. Был бы другой корабль, с корветом, скорее всего, не разобрался бы. Может быть, анаконду уложил бы. Ну и здесь, естественно, важно то, что они не все меня атаковали. То есть, я первого стерветника уничтожил. И получается, что остальные на меня не напали. Поэтому задание было выполнено. В противном случае... Так, я штраф получил. Ну, давайте слетаем штраф. Я как его уберу? В бунде, по-моему, да. Есть в бунде. Заодно заберу награды. Посмотрим, сколько там уже навоевал. Да, ну, такой потненький бой, конечно. Ну, в принципе, здесь важно... Вот он нам навязывал... Как бы он шел задним кодом. Ну, или по инерции задом двигался. И не давал мне ему в корму зайти. Потом, когда я зашел уже ему в корму, он ерзать начал, чтобы на меня выходить. У него не получается. Вот. И, как бы, просто начал куда-то лететь, чего-то... В принципе, он мог бы устануть, без флайсиста развернуться, там залп по мне дать. У меня фольги нету. Как бы... Ну, с человеком бы такой номер, естественно, не прошел. Ну, вот, с неписью очень хорошо получилось. Вот, летим на станцию Faraday Ring. И там есть как раз... А, нет, нет, ребят, вру. На Faraday Ring нету. Здесь большим кораблям ловить нечего. По-моему, вот на этой станции. Вот, Interstellar Factors. Вот сюда нужно. Я уже в Бунде один разок лоханулся с этим делом. Здесь только средние и мелкие корабли можно отмывать. Вот, ну, бой интересный, в принципе, да. Такой, немножко подвыматывает. Банки кончились. Ну, тем не менее, с целым щитом я ушел. И смотрите, вот, сквозь щит что-то меня пробило. А, это не пробило, это мои перегревы. Просто банку не вовремя использовал. У него еще лазеры, видимо, греющие. Потому что странно как-то. У меня же теплоотдача они. Ну, я немножко неправильно группы огневые настроил. У меня лазеры вместе с пулеметами. А я ими стрелял. Ну, как бы, выдал капоситр. А не хватало, в общем, энергии в капоситере на рельсу. Вот. Нужно было, пока у него щит, стрелять только лазером. И рельсой. Ну, в случае чего, если нужно. Ну, в общем-то, неплохо. Я думал, не затащу. Ну, получилось. Как говорится, затащили на скеле, да? Или, как это, на маневре. Прикольно получилось. Я думал, что, как бы, ну, на питоне с дробашами он разбирается. А вот так, с классическим фитом, ну, имеется в виду, пара лазеров, пара пулеметов. Ну, грубо говоря, да? Вот. Я думал, что не разобрать их. Ну, однако, если бы у них все крыло было рабочее, скорее всего... Да не скорее всего, а точно меня бы там ухерачили. Менее минуты прошло бы. Вот. Тут именно, что я отлетел, этого я стервятника убил. Потом начал с этим катером разбираться. Вот. То есть, именно на маневре затащили. Хотя, если бы он двигался задом, у нашей жабы-то, у лягухи, тоже не очень такая скорость. А без флай-ассиста я особо летать не умею. Так-то можно тоже приблизительно под скорость построиться, если бы он задом шел сбоку куда-нибудь зайти в мертвую зону. И без флай-ассиста потихоньку держаться в мертвой зоне и стрелять по нему потихоньку. Вот. Ну, я без флай-ассиста не особый такой летатель. На мыши это у меня еще получалось хорошо, а на джойстике вообще не получается от слова совсем. Так, и вот наша посадочная площадка. У меня здесь даже посадочный компьютер есть. Сейчас посмотрим, сколько набил. Я уже столько навоевал везде в разных системах. Ну, как, не прям много, но... Разные штуки тестил. Так, готово. Ну, посмотрим, сколько штрафа. Вот тот асполю, что это мимо пролетел, вот специально я говорю, они вот из шкуры вон лезут. Чтобы нам попасться под наш огонь. Чтобы навязать нам, в общем-то, этот штраф получается. Но хотя другие атаковать не стали. Награда. 163 тысячи заберем. Так, и здесь что? О, федерация. А, вот что-то маленький штраф эта хигня. Слушай, а бабок неплохо. Девятлямов где-то вон по-разному. На стрик, смотри, сколько наград. Везде по чуть-чуть налетал. По-моему, даже есть награда за этот... За боевые контракты. Варзону я, вроде бы, тоже посетил. Забрать можно вот здесь услуги наемников. Нет, я ее, по всей видимости, забрал. Ну что ж, друзья, а на этом все. Спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!